Знаменитые змеи-громадины. Они вырастают до невероятных размеров. Это сильные и мощные существа. Смертельно опасные гиганты. Что конкретно у вас случилось? Наша змея заползла в кроватку к ребёнку и задушила его. Безжалостные и ненасытные. Сегодня огромные древние окаменелости. Перед вами змея, которая была размером примерно с городской автобус. И незапланированная природой среда обитания... Держу! Есть! Попалась! Могут раскрыть тайны ещё большего размера. При встрече с диким питоном в Эверглейдс лучше быть просторопнее. Змея наверняка захочет съесть вас живьём. Гиганты мира животных. Самая большая змея. В древних легендах рассказывается о гигантских змеях, способных проглотить взрослого человека целиком. Сегодня, благодаря одной колоссальной змее, миф превращается в реальность. Смертельно опасный высший хищник с мощными сокращающимися мышцами, раздвоенным языком для выслеживания добычи со стереоэффектом и загнутыми зубами, чтобы можно было зацепить плоть и не отпускать. Знакомьтесь. Одна из самых крупных плотоядных рептилий на планете. Питон. Длина некоторых питонов превышает 6 метров, а вес – сотни килограммов. Мировой рекорд принадлежит сетчатому питону, длиной более 9,5 метров. Но, говорят, бывают и более крупные монстры. В 2003 году в Индонезии газеты пестрели поразительными заголовками о мега-змее. Рекорд смене. Сетчатый питон. Пойман 15-метровый питон. Местные жители утверждали, что поймали сетчатого питона размером 15 метров и весом более 450 килограммов. Но после замера оказалось, что эта большая рептилия, которую прозвали ароматным цветком, в два раза меньше, чем было заявлено. Но змея и впрямь была огромной. И многие задались вопросом, может ли по земле ползать питон длиной более 15 метров? Возможно, ответ кроется в живых свидетельствах. Навыки хищника питонов, их безграничный рост, а также возросшее количество добычи и потепления – все это ключи к их потенциалу роста. Флорида, Эверглейдс. Здесь, в теплой, влажной среде обитания, самой обширной, необработанной территории Соединенных Штатов, с субтропическим климатом, обитает одна из самых больших змей на планете – тигровый питон. Эти существа родом из Африки. Для Эверглейдс это инвазивный вид, и их численность растет. По подсчетам, уже сейчас тут припеваючи живет до 150 тысяч инвазивных тигровых питонов. Размножаясь и охотясь на аборигенные виды, они становятся все больше с каждым обедом. Тут и впрямь отличная среда для их обитания. Здесь почти все идеальные условия для роста больших змей. Добычи в изобилии, а хищников нет, поэтому успехом обеспечен. Сегодня тигровые питоны вырастают крупнее, чем обычно. Биолог Джо Василевски на передовой борьбы, направленной на остановку их распространения. Как имеющий лицензии охотник за питонами, он выслеживает, ловит и перемещает этих змей, а также фиксирует важные данные об их местонахождении и размере. Сегодня вместе с Джонни Тигрином Хвостом, индейцем из местного племени Мукасуки и экспертом парка по диким животным, Джо едет на поиски известных убежищ тигровых питонов. Самые длинные змеи, пойманные Джо, были более 3,5 метров в длину. Питоны такого размера весят более 45 килограммов. И загоняя их в угол, ты рискуешь жизнью. При встрече с диким питоном в Эверглейдс, лучше быть парасторопнее. Змея наверняка захочет съесть вас живьем. Она обязательно укусит за ту часть тела, до которой сможет достать. Чем больше питон, тем выше он может подняться и укусить. Тем он сильнее, и тем опаснее его укус. Джо и Джонни прочесывают заросшие деревьями участки, или хэмаки. Когда-то они были безопасным убежищем для аборигенных видов. Безопасные убежища стали местом охоты для питонов. Такой день, как сегодня, когда вода поднялась, я бы не удивился, увидев питона на дереве. Да, я уже видел, как они свисают с веток. Еще они часто едят птиц. Держу пари, здесь полно птичьих гнезд. Птицы наверняка тут гнездятся. Страшно, если змеи собьются в колонию, тогда они просто их истребят. По-моему, там возвышенность, верно? Вот тут есть пара следов. Любопытно. Охотясь за спрятавшимися питонами, Джо заходит в воду. Он рискует. Тут и аллигатор может укусить, и питон может напасть. Кто-то ушел под воду. Чем дальше он заходит, тем труднее будет быстро выбраться. Вот тут. Может, это змея? Я точно что-то слышал. Растительность слишком густая. Дальше не пройти. Скоро полдень. Джо знает, что шансы отыскать питона невелики. Когда солнце палит особенно сильно, они часто прячутся вдали от глаз. Поеду дальше на юг, проедусь по нескольким дорогам, еще кое-что сделаю. Но будь на связи. Договорились. Раз питоны охотятся в хэммоках и водных путях Эверглейдс, они могут оказаться и в каналах, и на дорогах. Сейчас мы в километрах в 32 к югу от Майами. Тут Эверглейдс граничит с городской зоной. Стойте-ка. Я что-то заметил на дороге. Сейчас ничего не видно. В этом районе часто встречаются питоны. Я точно знаю, что много питонов было поймано, когда они переползали через эту дорогу. Джо останавливается и осматривает обочину. Что это там? Нет. Иногда их так хорошо видно. А иногда кажется, что видишь питонов повсюду. Нет, ничего. Питон. Отлично. Он быстрее, чем можно подумать. Надо вытащить его на открытое пространство. Есть. Попался. Почти. Попался. Иди сюда, малыш. Вот так. Поймал. Ух ты. Надо отдышаться. Минуту. Я весь горю. Не каждый день тебе на дороге попадается питон размером 240-270 сантиметров. У этих змей четыре ряда зубов, сверху и два снизу. Зубы обращены внутрь. И должен сказать, что зацепиону вас ими. Вам было бы еще как больно. Оторвал кусочек от джинсов. Хорошо, хоть до ноги не добрался. В этот раз мне повезло. Поверьте, эти зубки острые, как бритва. Они разрезают плоть очень быстро. Ничего веселого в укусах этих змей нет. Вот так это делается. Все, держу. Теперь надо поместить питона в мешок, чтобы он не ускользнул. Легко сказать. Это лучший, самый гуманный способ транспортировки рептилий. Так они могут беспрепятственно дышать. В мешке темно, не так много стресса для змей. Одним питоном меньше. Вот и все. Джо фиксирует место, где выловил питон, и определяет его размер. Он равен примерно 3 метрам. Он едет дальше, продолжая поиски еще более крупных особей. Многим распространение этих суперхищников кажется тревожным. Другие же расценивают его как повод задуматься. Тигровые питоны не сами сюда приползли. По мнению ряда специалистов, эти экзотичные инвазивные твари когда-то были чьими-то питомцами жили в неволе. Тигровые питоны приобрели популярность в 90-х годах. Из-за генетических мутаций встречались особи-альбиносы, зеленые особи, змеи без рисунка на теле. Эти трансформации цвета не привлекали заводчиков. Когда крошечный детеныш вскоре становится огромной змеей, с которой не знаешь, что делать, оказывается, что хозяевам слишком тяжело. Люди выпускают питонов не только из-за их размера, но и потому, что поначалу питон для них новинка, любимый питомец. А потом... потом уже нет. А зоомагазины их не принимают. Зоопарки тоже. Это несправедливо и по отношению к змеям, и по отношению к окружающей среде, и по отношению к людям. Выпущенные питомцы почти наверняка усугубили проблемы питонов. Но, по другой теории, вторжение, возможно, началось всего с нескольких беглецов. В конце августа 1992 года над югом Флориды пронесся ураган Энри. Ветра пятой категории опасности разрушили несколько центров разведения животных. Бесчисленное количество экзотических зверей сбежало, в том числе и тигровые питоны. Оказавшись на свободе, они быстро стали дикими и отправились на поиски пищи. В основном они живут в Эверглейдс и кормятся дикими зверями. Но некоторые живут рядом с жилыми районами, где можно охотиться на самую уязвимую добычу в окрестностях. Известны случаи нападения на домашних животных, собак, кошек, кур. В таких районах добыча найти проще. Пути редко, но питоны все же нападают и на людей. В июле 2009 года в Оксфорде, во Флориде, произошла трагедия. Это нападение подтвердило, что и домашний питон обладает мощным инстинктом кормежки. В этом скромном доме, в пригороде, спит двухлетний ребенок. Питомец семьи, тигровый питон, длиной 2,5 метра, выбирается из клетки и заползает в кроватку ребенка. Обвивается вокруг него и душит малышку. Та умирает. Что у вас случилось? Что конкретно у вас произошло? Наша змея. У нас тигровый питон, длиной более 3,5 метров. Она выбралась из клетки ночью, заползла в кроватку ребенка и задушила его. Страшный случай вызвал общественный резонанс. Политики, озабоченные жители, призвали к срочным мерам. Власти стали решать, как взять ситуацию с питомцами-питонами под контроль и истребить их в дикой природе. Но чужеземные хищники растут и расселяются по территории. Может, эти мега-змеи намерены тут остаться? Они обладают прекрасными навыками выживания. Все, что им необходимо знать для выживания, есть у них в мозгу с той секунды, как детеныш появляется из яйца. Выживание запрограммировано с первого дня. За один период размножения самка тигрового питона откладывает до 100 яиц. Всего за год детеныши становятся более чем в 4 раза крупнее по сравнению с размером прирождения. Вырастая до 2 метров, эти прожорливые платоядные превращаются во все поглощающие машины. Они охотятся почти на всех животных с пульсом. Начиная от редких птиц и заканчивая рептилиями и млекопитающими размером с оленья. Они пожирают всех и все в своем поле зрения. Они едят, 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 набивая желудок. Что до кормежки, то они известны своим умением приспосабливаться. Не всегда они знают, когда можно будет поесть в следующий раз. И змей использует для еды любую возможность. Это еще один ключ к их потенциалу роста. Чем больше они едят, тем крупнее становятся. Профессиональный навык охоты помогает им кормиться и вырастать еще больше. Питоны охотятся из засады. Самая действенная их техника охоты – сидеть и ждать. Скрытые от глаз маскировкой, они нападают без предупреждения, когда приближается жертва. В основе стратегии скрытность, неожиданность и три черты, позволяющие обнаруживать добычу. Во-первых, кожа и мышцы, действующие как сейсмографы, они улавливают вибрации. Стоит возможной добычей пройти по тропе, и это существо тут же просыпается. И когда зверь приближается к змее, та выскакивает и нападает с огромной скоростью и силой. Можно снимать хоть весь день, но только в замедленной съемке удастся рассмотреть, как змея хватает жертву. Чтобы еще больше отточить мастерство охоты, Питон пользуется двумя смертоносными орудиями, встроенными в голову. Во-первых, лицевым нервом или ямочками, улавливающими тепловые волны. Обнаружив тепловые и горячие точки, Питон нацеливается на теплокровную жертву. А второе его орудие — это еще более точный и смертельно опасный радар. Высовывая раздвоенный язык, он улавливает запаховые частицы в воздухе. Пастью Питона — сенсор или орган Якобсона, которым он пробует воздух. Он направляет змею туда, где частиц особенно много. Обнаружив мишень, Питон тут же атакует ее со страшной силой, используя челюсти и зубы. У него в пасте более ста зубов, которыми он удерживает животное. Пронзая пищу, выстроенными в ряд острыми, как бритва зубами, Питон заключает ее в смертельные объятия. А дальше он оборачивается вокруг зверя кольцами, сокращая тело все больше и больше и перекрывая доступ воздуха. Душит его. Циркуляция крови тоже прекращается. После того, как жертва побеждена, он проглатывает ее целиком. Один из примечательных механизмов адаптации Питонов — их поворотная челюсть, позволяющая им проглатывать крупную добычу. Змеи не жуют пищу, а проглатывают ее целиком. Верхняя и нижняя челюсти у них соединены эластичными связками, благодаря которым пасть раскрывается на 180 градусов. Кости в нижней челюсти у них расходятся. И прерывистыми движениями змеи подолгу заглатывают добычу. Этот Питон может проглотить жертву в три раза больше диаметра своего тела. Как только большая часть животного оказывается внутри него, он сжимает его этой мышцей и проталкивает в желудок, где и происходит все пищеварение. Поглощая пищу, Питоны не оставляют от добычи ни следа. Они могут проглотить столько же, сколько весят сами, переварив все, кроме шерсти и перьев. Каждый обед дает им прибавку в размере. Вернувшись на заброшенные дороги на краю национального парка Эверглейдс, Джо выходит на охоту за инвазивными тигровыми питонами. Он знает, что с заходом солнца его шансы поймать их возрастают. В основном все змеи выходят с наступлением сумерек. Летом обычно они ползают чаще и с большей охотой. Думаю, сейчас самое время для активности змеи. Выдвинувшись с востока на запад, они обязательно пересекут эту дорогу. Дорога удерживает тепло, и змеям это нравится. Они впитывают это тепло. Объезжая окрестности, Джо смотрит в оба. Он может только гадать, какого размера существо появится в свете его фар. Мы их непременно увидим. В основном, все живые существа, в том числе и люди, со временем расти перестают. Питоны же растут всю жизнь. Есть виды, у которых, кажется, нет максимального размера. Если особи повезло, если она живет долго, то и растет она до самой смерти. Такое явление называется недетерминированным ростом. И это еще один ключ к потенциалу роста питонов. В дикой природе они живут до 25 лет, становясь больше с каждым годом. В неволе они живут и более 30 лет, а значит, могут вырасти еще длиннее. Программа изучения жизни питонов в неволе, ведущаяся в зоопарке Колумбуса в Огайо, это лаборатория для исследования потенциала роста гигантских змей. Претендент на звание «Самый длинный питон в мире» сейчас пройдет здесь осмотр и сделает пару упражнений. Знакомьтесь, это флаффи, сетчатый питон, живущий в неволе. У нас в зоопарке живут питоны различных видов, но флаффи гораздо длиннее всех остальных. Размер у него впечатляющий, а быть может, он и есть мировой рекордсмен. Флаффи родился в 1992 году. Частный заводчик кормил его крольчатиной, козлятиной и свининой. Благодаря еженедельным мобильным обедам он резко увеличился в размерах. К десяти годам он был длиной с грузовик, а толщиной с телеграфный стол. Тогда он достиг рекордного размера – более 7 метров 30 сантиметров. Это рост трех баскетболистов, если они встанут друг другу на плечи. Когда приходит время кормить мощных констрикторов, вроде питонов, сотрудники зоопарка всегда действуют осторожно. Тем не менее, природный ум змей отчасти гарантирует им безопасность при работе с питонами. Питоны – очень разумные существа. Они узнают смотрители и реагируют на разных смотрителей по-разному. При работе с Флаффи мы пользуемся некоторыми сигналами кормежки. Эти сигналы мы используем с разными целями. Скажем, чистим вольер и меняем воду в бассейне мы обычно утром. Питон привык, что разные дела мы делаем в разное время. А днем мы его обычно кормим. Несмотря на ум питона, всегда есть возможность, что он вдруг нападет. Мы прекрасно сознаем, что это не домашнее животное, а дикий зверь. Поэтому мы обращаемся с ним с должным уважением. Все наши действия и движения рядом с ним должны быть медленными и осторожными. Если не принять должных мер предосторожности, можно погибнуть. В 1997 году в змеином сафари-парке в городе Герни, в Иллинойсе, владелец зоопарка для рептилий Луоу Дадана зашел в клетку к 7-метровому питону. Желание заменить лампочку чуть не стоило ему жизни. Крупный хищник напал на него, вцепившись ему в ногу и обвившись вокруг туловища. От сокрушительного давления сердце Луоу остановилось. Подоспев вовремя, коллега и врачи скорой медицинской помощи освободили Лу и реанимировали его. В зоопарке Колумбуса работа с Флаффи грозит команде теми же опасностями. С ним всегда работают как минимум два смотрителя. Еще в качестве меры предосторожности трое стоят на готове, пока мы им занимаемся. А это происходит каждый день. Если мы делаем с ним какие-то упражнения, вводим какие-то новые приемы, то нас минимум 8 человек и всем находится работа. Флаффи не только кормят под тщательным наблюдением, но и выпускают поползать. Кормят его регулярно, поэтому у него нет особого повода шевелиться. Чтобы питон двигался, мы периодически выпускаем его из клетки. Огромный размер затрудняет передвижение Флаффи. А его сила делает это занятие рискованным. Под чешуйчатой кожей и по всему телу у него мощные мышцы. Стоит взяться за него и сразу же чувствуешь все эти мышцы у него в теле. Держишь его, ощущаешь, как он толкает тебя мышцами, как они ходят из стороны в сторону, когда питон пытается извиваться. У него очень сильные мышцы. Ему ничего не стоит сдвинуть нас ими, пока мы его несем. Здесь команда взвешивает и измеряет питона. Сколько там, Майк? 99 килограммов 400 граммов. Почти 100 килограммов. Теперь при помощи веревки и рулетки члены команды пробуют замерить его длину. Сделать точные замеры, не усыпляя змею, очень трудно. У нее очень сильные мышцы, которые все время находятся в движении. Питон же не будет сидеть смирно для нас. Его теперешняя длина равна 6 метрам и 10 сантиметрам. Прежде чем отпускать, Флаффи, доктор Барри проводит ежегодный осмотр. Как правило, медицинское обследование сводится к беглому осмотру животного. Мы просто проверяем, нет ли у него признаков болезни, в порядке ли глаза. Мы прощупываем питона, проверяя, нет ли у него чего-нибудь, например, каких-то аномальных уплотнений. Еще мы проверяем состояние его кожи и так далее. Здоров. Наконец, команда выпускает Флаффи в слоновник зоопарка. Места тут много, есть где развернуться. Тут и что-то новое можно найти. Здешние запахи ему незнакомы. Понятно, что запах слона он не каждый день может учить. А значит, есть возможность что-то исследовать. Чем больше он двигается, тем лучше для него. Лучше для сердца. Свежий воздух и упражнения полезны для сердца. Флаффи всего 18 лет, а его длина уже превышает 6 метров. В неволе он может расти еще лет 10 или даже больше. Не исключено, что в итоге он побьет рекорд размера питона. Пока же сотрудникам зоопарка остается гадать, каким он вырастет. Еще большее количество доступной добычи, превосходные навыки охоты и недетерминированный рост помогают питонам кормиться и расти. Но важнейший ключ к потенциалу их роста это благоприятная среда обитания. И первое условие – температура, которая неразрывно связана с размером змей. Холоднокровные существа или эктотермы зависимы от внешних источников тепла. Они помогают им охотиться, кормиться и выживать. Млекопитающие регулируют температуру тела эндотермически, контролируют свою температуру тела. Змеи этого не умеют. И температура тела зависит от окружающей среды. Уравнение простое, но именно в нем, быть может, и кроется ключ к будущим размерам питонов. Для идеального роста среда обитания питонов должна быть постоянно теплой. Если температура тела змеи падает до слишком низкой, она может погибнуть. В водной среде тигровые питоны тоже живут припеваючи. Мелкие питоны хорошо лазают, предпочитая укрываться в деревьях. Для крупных же особей вода — это скоростная полоса на пути к их следующему обеду. Только представьте, это существо весит 100 килограммов, а у него нет ни рук, ни ног. Передвигаться ему сложно. Поэтому многие крупные питоны держатся в воде, там они подвижнее. В ней они передвигаются от пункта А до пункта Б быстрее и затрачивая меньше сил. Питоны могут оставаться под водой 30 минут и проплывать более 9 километров. Места там предостаточно, естественных врагов нет, поэтому, достигнув размера взрослых особей, они спокойно перемещаются, кормятся и растут. Даже известны случаи нападения тигровых питонов на правящую альфа-рептилию Эверглейдс, на миссисипского аллигатора. Как видно на этих кадрах, аллигаторы, быть может, единственные звери, чей размер позволяет отбить нападение питона. Эта битва хищника против хищника заходит в тупик. Но бывает, что питоны выигрывают. На этой нашумевшей фотографии 2005 года видно, как тигровый питон длиной почти 4 метра позарился на кусок мяса аллигатора больше, чем мог проглотить. Могут ли сосуществовать инвазивные питоны и аборигенные аллигаторы, как высшие хищники, покажет лишь время. Пока же, болото, трясины и каналы Эверглейдс остаются вновь обретенным раем для холоднокровных змей, вроде питонов. И это еще один ключ к их потенциалу роста. В водной, теплой среде обитания бывшие питомцы могут перерасти в самых крупных, известных тигровых питонов. Скажи, вы мне еще 10 лет тому назад, что я поеду с вами колесить по дорогам в поисках питонов, я бы решил, что вы сошли с ума. И все же я здесь. Поверьте, змея длиной более 3,5 метров, растянувшаяся по дороге, это самое потрясающее зрелище, которое только можно увидеть. Как-то за одну ночь я поймал на дороге Тамиами Трейл 100 змеи за одну ночь. Я что-то вижу. Вон змея. Штучка. Довольный эту змею не назовешь. Надо ее измотать. Ух ты. Стой-ка. Все. Все, держу. В ней метра два-два с половиной. Стой. Порядок. Дай-ка я возьму мешок. Вот это и есть дикий тигровый питон. Видите, его загнутые назад зубы. Вряд ли кому-то захочется, чтобы он пустил их в ход. Ну-ка. Время мы выбрали идеально. Оказались в нужном месте в нужное время. Змея была там. Надо зафиксировать показания GPS-навигатора, чтобы знать, где мы ее поймали. Мы записываем GPS-координаты при каждой поимке. А потом помечаем места поимки всех питонов. Животное документально оформлено и захвачено. Небо ясное. Думаю, в нем все же около двух метров сорока сантиметров. Но мне попадались питоны длиной около четырех метров. Решил он тебя укусить, тебе было бы больно. Но ничего не произошло. Более ста лет тому назад исследователь Амазонки Перси Фоссетт описывал встречу со змеей неизвестного вида. По его утверждению, длина змеи была почти 19 метров. В наши дни тоже ходят легенды о гигантских змеях чудовищных размеров. Но доказательств не было, поэтому все это оставалось лишь мифом. До сих пор. В 2009 году в новостях сообщили о том, что в угольной шахте в местечке Керрихон в Колумбии ученые из разных мест мира разрыли хранилища гигантских ископаемых останков, не виданных ранее. Доисторические останки принадлежали самой крупной змеи из всех, что когда-либо бродили по земле. Ее назвали «Титанобоа». По сути, «Титанобоа» — это обыкновенный удав, живший в Южной Америке примерно 60 миллионов лет тому назад. В то время климат был гораздо теплее. Условия идеально подходили гигантской змее. Удав «Титанобоа» и впрямь был гигантской змеей длиной 12-13 метров. Такая же длина у городского автобуса. Змея длиной более 12 метров и весом в тысячу килограммов. Эта удивительная находка радикальным образом меняет наше представление о потенциале роста змей. Она весила где-то 1100-1200 килограммов. То есть была примерно размером с бизона. Силы этой змеи хватило бы, чтобы доминировать над всем в этой среде обитания. «Титанобоа» меняет все наши представления о самой крупной змеи. Это самая большая из всех известных змей. Но приоткрыв эту дверь, задаешься вопросом, хоть может будут найдены еще более крупные змеи. «Титанобоа» — это всего лишь одна находка из одного места. Но мы так мало знаем об истории развития существ вроде змей и ящериц. Сейчас нам кажется, что змей крупнее не было. Но может, мы лишь обманываем себя? Может, через несколько лет мы найдем змею длиной 15 или 16 метров? Этого мы не знаем. Современные питоны не такие крупные, как «Титанобоа». Но если силы роста объединятся как надо, вполне можно представить, как по Эверглейдс бродят огромные мегазмеи. Я в Гейнсвилле, во Флориде. Здесь находится Флоридский университет и Флоридский государственный музей, где оказываются эти питоны после усыпления. В полевых условиях мы лишь собираем основные биометрические данные, длину и вес. В Гейнсвилле начинается настоящая работа. Через несколько дней после охоты за питонами биолог Джо Василевский едет на встречу с герпетологом доктором Кеннетом Криско. Вместе они проведут некропсию — вскрытие трупа инвазивной змеи. Осматривая и разрезая пойманных питонов в лабораторий, Джо узнает, чем они питаются, как растут. Привет, дружище. Привет, рад тебя видеть. Проходи. Привет, Кэт. Привет, ребята. Привет. У нас питон. Это тигровый питон. Красивая змея. И вовсе неплохая. Да. С помощью лаборанта доктора Криско члены команды раскладывают питона. Начнем с ротового отверстия. Хорошо. Замеры змеи помогают установить ее предполагаемый возраст и то, насколько она крупная. 220 сантиметров. Это длина морды до ротового отверстия. Записала, Кэт? Да. Чуть больше двух метров. Теперь длина хвоста примерно 33 сантиметра. Еще сантиметров 30. И всего чуть более двух метров 40 сантиметров. Отличная змейка. Эта змея длиной 240 сантиметров подросток. Возраст и размер уже позволяют ей размножаться. А теперь сделаем надрез прямо по брюшным чешуйкам. Теперь вскроем ее и посмотрим, чем же она кормилась. Чтобы вырасти из детеныша до взрослой особи предельного размера, тигровому питону надо съесть сотни, если не тысячи зверей. Тут полно жировых тел. Для такой юной особи змея вполне здорова. Посмотрим. Это печень. А под ней пористая ткань. Легкая. Вокруг же находятся сотни жировых тел. Сейчас мы очень осторожно удалим жировые тела. с органов. Нам надо добраться до желудка и кишечника. Вот они. Посмотрим. Есть. Осторожнее, не порежься. Какой у тебя вышел надрез? Небольшой, аккуратный. Попробуй прощупать. Вы только посмотрите. Что это? Посмотрите, что это? Кость? Перо? Похоже на перо. Что скажешь? Ну и мой. Известно, что этого питона выловили в национальном парке Эверглейдс. Значит, это, скорее всего, болотная птица. А все болотные птицы охраняются законом. Воздействие, безусловно. Представьте только, сколько животных надо съесть такой большой змее, чтобы достичь этого размера. Не слишком хорошее известие. В желудке змеи инвазивного вида ученые, проводившие вскрытие, нашли перо птицы охраняемого вида. Его оставляют для дальнейшего анализа. В основном, змея уже переварила всю пищу. Но бывает, что доктор Криско находит более крупных зверей. На этих фотографиях видно, как при вскрытии других гигантских питонов доктор Криско находил в их пищеварительном тракте целых животных. Например, эту цаплю. Почти нетронутую. Чем больше ученые изучают этих невероятных хищников и доисторических гигантов вроде Титанобоа, тем больше ключей к потенциалу роста змея они обнаруживают. Если когда-то по Земле ползали огромные констрикторы, быть может, однажды гигантские змеи вернутся? До каких размеров они вырастают? Чтобы современные гигантские змеи выросли еще больше, стали еще огромнее, нужна подходящая среда обитания и время. Чтобы змея выросла и в племя огромной, нужна оптимальная температура в районе 26-32 градусов по Цельсию. Надо, чтобы добыча была крупнее, чтобы ее было в изобилии, и нужна очень теплая среда обитания. потепление на планете, изобилие крупной добычи, превосходные навыки охоты, недетерминированный рост, благоприятная среда, истечение обстоятельств, обусловливающие силы роста. Прославленная змея Годзилла может в буквальном смысле унаследовать Землю. Вероятность того, что в будущем в Эверглейдс появятся гигантские питоны, есть. Некоторые гадают, а нет ли их там уже сейчас? Сейчас мир меньше, чем сто лет тому назад. Большей частью он уже исследован, но не весь. Я бывал в местах, куда цивилизованные люди захаживают редко. Не исключено, что там водятся гигантские питоны. Так до каких же размеров они могут вырасти? Достигнув размера древнего сородича Дитана Боа, будущий питон может выглядеть так. Ползающий зверь размером со школьный автобус длиной около 13 метров и весом более 1100 килограммов. Со спиной, доходящей до бедер, телом шире дверного проема и чудовищной широко раскрытой пастью. Огромная змея Годзилла. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АРК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова